я рада вас приветствовать на своем канале зовут меня елена и в этом видео я хочу показать все текущие процессы мои на двадцать четвертый год сейчас 15 февраля я снимаю покажу на данный момент что у меня выше то сколько процентов сколько процессов текущих и скоро сколько вело лежащих процессов не текущих и по какому принципу и вышивая у меня есть такой красивый рукодельный блокнотик который я веду спасибо большое моей рукодельной фичи которая мне его подарила и вот здесь написанные планы были на январь месяц как с какими процессами я перешла что я вышивала прошлом году я активно вела блокнотик до лета летом когда я уехала в отпуск и один другой и как-то все лето мне выпало и не все регулярно записывала осенью я опять стала все регулярно вести надеюсь что в этом году буду более послушная вышивальщица и буду все записывать более тщательно и так по плану в этом году у меня не было вот этого набора который вы просто перед собой видите у меня буквально снесло крышу если так можно вырезать лица когда я в нашем рукодельном магазине его увидела я его до этого тоже кстати видела но как-то ну да ну да ну как-то видать не сносила а тут набор этот не давно нравился он мне лежал в корзине на валпере если думаю ну вот надо не надо вот как вот короче говоря купила я этот набор заказала мы стане барбали в этом магазине она мне говорит ну подожди не покупай у тебя и так много наборов подумай переспи ну короче я переспала 15 ночей если не больше и в итоге поняла чтобы мне этот набор нужен и мало того что я его купила как обычно мы купим ой как хорошо что у меня есть и положим нашу хамячую норку нет данном случае все сработало не так я его купила и я его сразу же начала вышивать потому что думаю если я его положу то переход перегорит и я не начну а так начала начала он у меня уже начатый значит надо потихоньку продвигать я не говорю что я прям раз и вышью это большой набор сейчас я вам скажу в крестиках посадить сколько здесь крестиков здесь шестьдесят семь тысяч восемьсот крестиков если по размеру я сейчас открываю сагу скажу по размеру сколько здесь двести двадцать шесть на триста крестиков по высоте и ширине сколько у меня выше там у меня выше то 13 процентов даже сейчас скажу точно 13 целых тридцать три сотых процентов это семь тысяч восемьсот девяносто один крестик вышит на начало и тысячи двадцать третьего года в этом году я его еще не вышивала мне сейчас у меня сейчас такая ротация что я беру один набор и я вышиваю ну примерно по 5000 крестиков где-то примерно получается но где-то 10 дней чуть больше чуть меньше у меня нет достаточно времени чтобы вышивать по тысячи крестников крестиков день очень много работы ну по чуть-чуть по чуть-чуть я его вышиваю в среднем где-то 10 дней у меня уходит. Ну, где-то меньше. Ну, короче, я ставлю план. Вот этот план я вышиваю, потом я набор откладываю. Итак, суть, в чем этот набор, говорю-говорю, название не сказала. Это медвежий край. Готовая работа будет 46,6 на 35 см. 30 цветов. И есть, конечно же, бленды серии Дикие животные. Набор от Золотое Руно. Знаменитые мишки. Итак, что у меня вышли? Давайте посмотрим. Ля-ля-ля. У меня вот столько вышита. Очень нравится. Но скажу, что не слишком так вот прям раз и прям легко. Обычно Золотое Руно, это для меня такой набор, ну, как и дыхалочка, очень легкий. Нет, так как здесь видать природа, когда природа лес, это все равно разброс цветов. Несмотря на то, что это, конечно, не не хаэт, не многоцветка. Но цвета разбросаны. Вот здесь демишки, конечно, здесь уже более проще, легко вышивались. А так цвета разбросаны. Я сейчас вам покажу по саге, как это выглядит. Кстати, этот набор в Золотое Руно, я когда купила, я была удивлена, что в наборе есть сага от производителя. Представляете себе? Даже есть сага. Вот чему я очень обрадовалась. Так, сейчас я вам покажу, что у нас, вот у меня, что уже вышито, посмотрите, и что еще вышивать. То есть, я вот мечтаю, следующий заход, пойду я, скорее всего, вот в эту сторону вышью до конца вот этот лист, вот так. Ну, и может быть, вот здесь подровняю, если я, ну, скорее всего, я столько много не успею вышить за следующий приход. Ну, мечтаю вот до верха вот эту часть хотя бы, ну, дошить было бы здорово, конечно. И, как видите, вот здесь вот природа, немножко отсвечивается, изменяюсь. Вот, как видим, все разбросано. Вот. Ну, кто вышивает многоцветки, конечно, скажет, что, ого, ничего здесь такого сложного нет. Но в любом случае, для золотой рыно, обычно, ну, вышивается намного легче. Здесь, так как есть деревья, деревья всегда так вышиваются. Так, ну, вот, мишка один скоро у меня будет закончен, мордочку. Наверное, все-таки в сторону вот эту часть еще вышью, и потом пойду вверх, чтобы вот мишка был закончен у меня. И здесь будет еще один большой мишка, но у меня он полностью поместится. Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, до самого верха, ну, здесь мне будет неудобно вышивать. Скорее всего, до верха я здесь не найду. Потому, ну, даже если переверну с краю, ну, не знаю, короче говоря, посмотрим. Вот этот процесс первый, который я вам показала. Этот мишка, красавец. Не мишка, даже медвежий край. У меня 13, 33%. Даже я в этом году особо планов-то не составляла. Потому что, ну, в прошлом году у меня не все планы выполнились. Но большинство все-таки выполнилось. Поэтому, если я этот набор выщу, ну, больше половины, ну, будет здорово. Потому что процессов много, и хочется все вышивать. Ну, когда-нибудь я его закончу, у меня будет красота висеть. Очень хочу вышить еще от Золотой Рено итальянку. Итальянский полдень. Очень мне нравится. У меня такой набор есть. Так, дальше. Следующее. Следующий мой процесс. Это великолепный век от Dimensions. Этот набор очень давно в моей коллекции лежит. И мы с Танечкой Бар устроили между собойчик. В ноябре месяце мы решили сделать старты и выбрать пять наборов. И друг другу показывали пять наборов и выбирали процесс. Я выбрала для Тани процесс из ее пяти наборов, которые она хотела давно начать, но никак не начинала. Это роза Ренуара она начала вышивать. У меня они вышиты. Таня у меня смотрела вышитую работу. Ей тоже очень они давно нравятся. Я думаю, если я тебя не пну, ты их так не начнешь. Ну, короче, Танечка начала вышивать. Я тоже показала несколько наборов и Таня выбрала этот. Я очень ей за это благодарна, потому что набор у меня давно-давно куплен. Я один, два, три стич заказывала. Еще Марина-Маринина вышивала, показывала, рассказывала. Потом еще Люда Тера вышивала. Ну, мне когда Люда вышивала, то у меня уже был куплен набор. Но тоже говорит, что очень легкий набор. Приятный, красивый, хорошо вышивается. И я тоже решила. Великолепный век, Dimensions, готовая работа будет, 41 на 55 сантиметров. Очень такой, достаточно старый, известный набор. Ноги вышили, у многих, наверное, за кормах лежит. Я к этому набору, кстати, купила, ну, недавно, наверное, позапрошлом году, такой в овале тоже там, не помню, честно говоря, как называется, но парный набор. Итак, на начало года у меня было вышито 17,8%. В этом году, в январе месяце, я вышила 7687 крестиков, и сейчас у меня уже сшито 46,6%. Ну, тут я тут сагу подсматриваю, естественно, и показываю, что у меня отшито. Так, ну, это уже не только процесс, как бы на начало 2023, а вот процесс, который я вышиваю сейчас. У нас с Таней межсобойчик, у нас договор, что каждый месяц хотя бы мы должны вышить по тысяче. У Тани тоже много процессов, много работы, но она исправно тоже по тысяче вышивает и продвигается. Я вышила, конечно, больше тысячи, мне так как-то очень захотелось вышивать этот процесс, не могла оторваться. Тем более, у нас с девочками идет совместник по Dimensions. И я вот сейчас свой текущий закончу и тоже приступлю, повышивая этот процесс. Здесь у меня все уже здесь с бэком. Здесь единственное в деревьях, конечно, будет бэк, но будут вышиваться уже, скорее всего, после стирки, потому что там очень много бэков именно в деревьях. Здесь вот даже вот эта лошадка чуть-чуть от бэка на вот этот кучер. Ну, а здесь нет бэка, потому что дальше идет там пара и бэк идет на границе. Вышивается очень легко, очень приятно, очень быстро. Основу я тоже постирала, она тоже мягкая, в такой же принципе я сделала для этой основы. Мне вышивается очень приятно. Вышиваю на пяльцах. Здесь даже полукресты таких, по-моему, в 6 нити, да и из полукрестов даже нет. Здесь 4 нити полукресты идут, по-моему, в 5 есть, а в 6, по-моему, в 6 нет. Вышивается приятно, быстро, получается красиво. Мне очень нравится. Вот такая работа. Здесь я ошиблась при разметке. Здесь-то я разметила правильно, вот здесь в центре, да? А когда, вот здесь в центре, а когда начала где-то размечать и на одну клеточку сдвинулась. Потом мне даже Таня Барб, я ей показывала по видео, Танечка говорит, что у тебя вот здесь неправильно. Я посмотрела точно, ну, прочертила вот эту линию, теперь ориентируюсь так. Хорошо, что дальше сверху все правильно и все не надо перечерчивать. То есть вот одна линия только неправильно у меня. Буду пяльцы передвигать, поэтому показываю вам вот так сейчас, что у меня здесь есть. Передвину пяльцы и буду вышивать дальше. Очень нравится, такая красивая работа у меня будет. Конечно, в планах в ее ближайшее время все-таки закончить в этом году. Работа пойдет на финиш. И начну к какому-то еще дименшинсу, потому что дименшинсы очень приятно вышиваются, красивые работают. Так, второй мой процесс, дальше. Следующий процесс, третий, который я вам показываю, это дворянское собрание. Начала я его очень давно, он у меня был заброшен. И в прошлом году я активно все-таки взяла его вышивать. Но у меня на начало 23-го прошлого года было вышито 40%. И в прошлом году я вышила, получается, 37%. То есть, ну, в общем-то, хорошо продвинула. Конечно, в этом году я планирую эту работу закончить. Итак, что же здесь будет? Посмотрите, дворянское собрание. Эта схема была опубликована когда-то в журнале «Вышивка крестиком». Я вышиваю по набору китайскому, я по самишопу его заказывала когда-то, на 16-й аэде, полукрестом, две нити. Вышито у меня вот по эту желтую дамочку. То есть, вот, посмотрите, вот так вот. И дальше вот это все мне надо вышить. Здесь, ну, примерно 32% от всей работы. Ну, третья часть, можно сказать. Итак, как вам нравится, расскажите, как вам мой процесс, какое впечатление дворянское собрание производит на вас. Честно говоря, я неоднократно этот процесс забрасывала, думала, вышивать не буду. Что спасло ситуацию? Стирка спасла ситуацию. Я постирала сначала в холодной воде, чтобы маркер сошел, потому что вот в этой части, естественно, был маркер. Конва очень жесткая, дубовая. И я в кипяток положила эту конву вместе с крестиками. Естественно, я переживала, думала, как у меня вот это все пойдет. Потому что в четыре нити на такой проклеенной основе, хотя она, знаете, китайская, но бывает еще хуже. Еще жестче. Так что вышивать не хотелось вообще никак. И я думаю, ну, будет что будет. Но, как видите, ничего не полиняло. Очень здорово. Клей отошел, стало мягче намного. И я старалась, знаете, как... Как бы больше в воде держать вот именно вот эту часть, на которой я спланировала вышивать. Она, вот видите, даже помягче. А эту часть я все-таки как-то так в руке держала. И у меня вот эта граница только где вот попадала. По-моему, вот до этого. Вот до этого мужчине было у меня вышито. И вот с этого момента я вот уже опускала вот здесь воду. Вот здесь вот сейчас я вышила, получается. И ничего не потекло. Нитки, значит, мешок хорошие. Оправдали себя. И конва стала мягче, вышивать стало приятнее. И я пошла. Еще я очень пожалела, конечно, что я не поменяла основу. Я уже говорила вам, надо было поменять. И все-таки вышивать, наверное, крестом, а не полукрестом четыре нити. Но, мне кажется, вот так, если смотреть, и кто не знает, что это вышивка полукрестом, не поймет. Почему я пожалела? Потому что здесь очень много всяких дробных крестиков. И вышивать на такой основе, тем более, четыре нити, эти все крестики, знаете, не очень-то приятно. Все-таки, если это была бы равномерка какая-то, вышивать было бы гораздо приятнее, быстрее и легче. Все эти дробные крестики, дробные стежки вышивать, вышивать было бы легче. Ой, на много говорю, конечно же. Итак, издалека вот картина, ну, вот так смотрится. Смотрите, как она вам. Ох, красота, красота. Пыталась чуть-чуть отгладить ее, но до конца немножко не отгладилась. Вот, вот эта дамочка мне очень не нравилась в самом начале, когда начала вышивать. Ну, такая какая-то страшненькая. Ну, потом решила все-таки, наверное, бывает же, люди не сильно красивые. Вот она и сидит, ее никто не приглашает. Ну, это какая-то матронушка, видать, мама чья-то. Видите, стоит тоже тетенька как бы в возрасте, он седой дяденька. А это вот уже помоложе ребята стоят, выбирают красоток. Вот видим, напротив как раз такие красоточки. А может быть, они и танцуют в танце, так замерли друг против друга. Центральная пара вот уже взялась, и они сейчас тоже пойдут в танец. Вот эта вот часть этой картины, конечно, вышивалась она, ой-ой-ой, как ужасно. Здесь все разбросано, непонятно что. Не очень хорошо вышивалась картина, конечно. А так вот этот фон, обои, все, эти шторки, все вышивается легко. Сами люди тоже вышиваются, несложно. Но то, что работа эта большая, конечно же. Даже вот взять вот моя рука, да, вот она по высоте-то небольшая, а по длине она большая. Давайте я вам скажу параметры этого дворянского собрания. Кстати, у меня еще один набор есть, этого же дизайнера получается, в таком же стиле, только зимний. Ну, я его пыталась продать, не продала, но не знаю, буду вышивать или нет. Получается действительно красиво. Итак, сколько здесь всего? Всего 66 470 стежков. Вот, осталось мне вышить, если взять в полу, ну, в кресте, ну, у меня полукрестиков, 19 361. В прошлом году я вышила 18 440. Ну, практически вот третью часть вышила, и в этом году третью часть осталась вышить практически, как я и говорила. Но надеюсь, что закончу. Очень картина нравится моему сыну, будет висеть на стене, и так дома у нас дома. По размеру на 16 конве будет в длину 75,8 сантиметра, в высоту 20,3 сантиметра. Так, а сколько цветов у нас здесь используется? Здесь единственный плюс, что здесь нет блендов. Это, в общем-то, уже хорошо, как говорится, что нет блендов. Так, цветов. Сейчас я скажу, открою, сколько цветов используется. Так, 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 58 цветов. Так что, если кто-то хочет, ушивайте, но берите правильную основу. Схема есть в свободном доступе, в интернате найти можно. У меня не было саги, не могла долго найти мне девочка одна. Спасибо, моя зрительница тоже посмотрела, подарила мне сагу для этого набора. И, конечно, вышивка пошла быстрее сагой, чем по схеме. Хотя схема в наборах от Амишоп, она очень-таки большая, крупная, классная. Так, и этот набор какой у меня по счету уже? Третий набор, да? Процесс я пока... Или четыре... Нет, третий, наверное, да? Следующий мой процесс, это моя любимая пандемия. Или пандемик, если правильно, так, ну, поправьте, если вдруг неправильно говорю. Семплер от Лондок. Когда-то он был бесплатный. И я скачала успешно, успешно нашла сагу к нему. И начала вышивать. Вышиваю я, по-моему, два года. Это третий год я его уже вышиваю. Начала я его в 20... А, нет, подождите, нет, да, 21-й год. Или четвертый, что-то, когда я начала. 21-й я начала вышивать. Я что-то, даже не помню, когда начала вышивать, стоит сказать. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Да, я начала в январе 21-го года. Вышиваю я на Хардангеле. От Уберхорд, по-моему, если называется. Ну, мелкий каунт, получается, 20-й. Очень мелко. И вышиваю я в одну ниточку. Ниточки гамма у меня секционного окрашивания. Два цвета использую. Я уже много раз показывала их. И на начало года у меня было вышито вот ровно столько, сколько сейчас влезло в кадр. На начало года у меня было вышито... В этом году я вышивала. Было вышито 79,6% на начало года. Сейчас уже вышито 85,17%. И я в этом году вышила 4346 крестиков. Это вот я вышивала в январе, наверное, вышивала. Немножко февраль захватила. Ну, короче говоря, в этом году вышивала. Очень нравится, как получается. Конечно, в планах закончить. Осталось мне вышить... Так, опять убрала сагу. Сколько мне осталось-то вышить в крестиках? Так, осталось вышить 11741 крестик. Ну, буквально три захода каких-то там. Может быть, даже два. И я все закончу. Ой, как я мечтаю закончить. Красивая работа. Обязательно оформлю ее. И она у меня получается, конечно, большая. Так, сейчас я расскажу тоже на 20-м каунте. Я представляю, люди вышивают некоторые на 14-м каунте этот сэмплер. На 16-м какие-то огромные работы получатся. На 20-м будет 46,3 на 50, 54,4 сантиметра. Это на 20-м каунте. То есть у меня она тоже достаточно большая работа. Единственный минус у меня вот этот отрез канвы, который я купила, и у меня вот прям в тютельку-тютельку вот так вот влезло. Вот здесь, наверное, придется что-то дошивать, чтобы натягивать. Девочки, что вы посоветуете? Ну, здесь-то, я думаю, хватит. А вот здесь вот прям вот маловато. И вот с этого краю мало. Я когда вышивала, я переживала, чтобы у меня сверху все сошлось, хватило. И вот, как видите, сверху у меня, да, по длине все нормально. Но по ширине вот узковато. И что я вышила? Вот эту часть я вам показываю буквально. Вот, где мой карандашик. Вот эту часть я вышила. Вот так у меня было отшито. Вот цветочек был отшит. Вот по этим листикам вот так было отшито. А вот это вот все я вышила вот в этом году. Вот такой вот угол уже у меня вышит. Красота. Ноги тоже вышили. Кто-то вышивает. И вот такая работа у меня. Вышиваю на пяльцах. Буду, наверное, сейчас его переставлять. Среднюю часть вышью. И потом еще один угол. Еще одна. Вот перестановка пялец. Вот. Красивая работа. Все-таки мечтаю ее закончить. У меня в планах было, конечно, закончить в прошлом году. Но в прошлом году не срослось. Не закончила. В этом году, конечно, планирую закончить. Вышивается очень медленно. Потому что нитки, ну, переплетения вот эти, они как-то вот в одну нить, она между переплетениями нитка проваливается, проходит. И надо очень аккуратно ее не дернуть, не затянуть. И чтобы расслаблена она в то же время не была, а эта ниточка как-то вот не хочет хорошо фокусироваться. Вот. И два цвета я комбинирую. Так получается. Я считаю, что очень красиво у меня получается. Мне нравится. Дальше. Это четвертая работа. Пятая. Пятая работа. Это икона. Икона бисером. Вышиваю я для мамы. Икона вера, надежда, любовь. У меня вот такая часть вышита. Бисером я вышиваю очень медленно. Почему-то девочки прям так шпарят. Я недавно смотрела, как от золотых ручек такие красивые картины бисером. И девушка вышивает. И вышивает она в две руки, одной левой рукой, на ту же эту бисеринку, туда-сюда. У меня как-то не получается две руки. У меня левая рука, я на станьке вышиваю двумя руками, да. А вот чтобы бисеринку быстренько цепнуть этой рукой, у меня получается. Но получается гораздо медленнее, чем если бы я вытаскивала правую руку, цепляла и туда-сюда вот этой правой вышивала. Я её прикрепляю на эту рамку на остановку. У меня Марта. Есть ад. Я вышиваю, да. Держит у меня. Я могу вышивать поэтому двумя руками. Но как бы пальцы держит, да. Но мне неудобно. И вышивается у меня что-то всё медленно. Но набор очень красивый. Я уже как-то недавно искала, не могу найти, куда я положила обложку от набора. Так что у меня здесь... Вот, хочу показать вам верх. Сколько мне вышивать ещё, посмотрите. Вот, видите, сколько вышивать ещё. Вот какой наборчик полностью. Ещё шить и шить, посмотрите. Даже у меня не 30% или 30%. Но, напомню, надеяться, что у меня 30% вышито. Ещё очень много вышивать. Но получается красиво. Красивая рамка такая. И бисер таких красивых цветов бирюзовых. Недавно я тут для себя буквально Америку открыла. Что оказывается, можно такие наборы вышивать... Ой, извините, стукнула. Такие наборы можно вышивать иглами. Не бисерными, а обыкновенную маленькую иголочку. 26-ю, по-моему, я взяла. Там такое маленькое ушко. И самое главное, что в это ушко проходит нитевдеватель. И я вышиваю вот этой ниточкой такой... А, титан, 100. И вот если бисерную иголочку, то я абсолютно не могу в это ушко попасть. У меня почему-то так медленно всё шло. Я вот это целюсь. У меня эта нитка не попадает. И я не вижу. А благодаря тому, что я сейчас такую иглу хорошую нашла, я не нарадуюсь. И вот в этом году уже неплохо продвинула. Потихонечку надо вышивать. И ещё вышиваю я за столом. На кресле я эту работу. На компьютерном. Пётр, поэтому долго там сидеть не могу. Я уже привыкла вышивать на диванчике, полулёжа. Мне так удобно. А сидя, у меня быстро болит спина. И когда я уставшая, я поэтому и не сажусь. Ну, вот это, получается, пятый мой процесс. Если я не ошибаюсь, да? Следующий. Шестой процесс. Это старт лета 2023 года. Когда ко мне приезжала Танечка Баром. Мы вместе с ней натянули к основу. И начали этот процесс. Это Кассиопия от Миробилии. Именно этот процесс нас с Таней Баром и познакомил, и подружил. Эту работу она вышила. У неё получилось очень красиво. У меня такой набор был куплен от китайского производителя. И я мечтала вышить. И, как я увидела у Танечки Баром, я поняла, что надо вышивать всё-таки оригинальными материалами. Я себе заказала бисер, основу. С 1,2,3 стич купила нитки оригинальные Dimensions. Остатки ниток специального окрашивания синтезионного. Таня Бар сказала, что у неё много осталось. И она мне их подарит, пришлёт. Мне надо, не покупай. И я их не покупала. Надеюсь, у меня всех ниток хватит. Я сейчас вам покажу, что у меня вышито. Скажу, что было вышито на начало года. На начало года у меня было вышито 21%. Сейчас у меня уже отшито 30... Сейчас я посмотрю. 33,04%. Я сейчас как раз-таки этот процесс вышиваю. В этом, получается, году я вышила 3732 крестика. Планирую ещё вышить. Поднять вот этот... Ну, поднять вот этот угол до конца. Эту рамку здесь дошить. Здесь золотым цветом осталось. Вот здесь у меня ошибка. Здесь надо распороть. Буквально вчера вечером вышивала. Я обнаружила потом, что здесь на одну клеточку смещено. Не по центру. Поэтому я это вижу, это распорю. Здесь пойдёт вот это кресло, на котором она сидит, вышивальщица. Ой, Кассиопиезная наша красавица. Вот это вот будет вышиваться специальными нитками. Поэтому я и бисером это буду уже потом вышивать. Так как нитки эти линяют после стирки. У меня есть электронная схема, но в ней есть ошибки. И хочу показать материал ему. Потому что я знаю, набор многим нравится. Но его далеко не все вышивают почему-то. Очень редко я вижу. Да вообще не то, что редко я вижу. Я, по-моему, кроме Тани Бара, никого не видела, кто вышивает этот процесс. Итак, какие нитки здесь идут? Какие материалы? Вдруг кто-то будет подбирать, девочки. Покажу. Вот такие ниточки. Это номер 163. Ватерлис. Ниточки. Я, извиняюсь, скорее всего, говорю неправильно. Поэтому лучше говорить не буду. Показываю. Вот такой цвет, знаете, как свекольный с серым. Я бы так сказала. Немножко здесь цвет. Ну, вот так примерно, да. Вот такой цвет идет. Потом номер. Номер, номер. Так. 210. Такой какой-то коричневый. С такими красноватыми отливами идет. Ну, вот правильно показывает с камеры здесь. Теперь номер следующий идет. 041. Такой какой-то синий, немножко фиолетовый, что ли, есть оттеночки. Такой цвет. Теперь этот цвет 177. Вот такой голубой с сиреневым. Так. И еще один цвет идет. Вот такой. Так. Это 209 цвет. Он идет. Так. Это что-то у меня здесь отрезано, наверное, прикрепилось. Ну, замоталось. Была нитка, наверное, отрезана. Вот такой сиреневый цвет. Ну, практически он однотонный, я бы сказала. Слишком нет разницы. Так. Покажу бисерок, какой здесь идет. Так. Используется здесь бисер. Бисер у меня мелкий. Здесь вот есть бисер, который Таня мне, по-моему, тоже свои остатки дала. А еще я покупала. Мне еще запасы лежат. Так что бисер... Ну, есть. Так. Так. Вот такой золотой бисер. Ну, номера не буду говорить здесь. Вот видны, да. По схеме, я думаю, в интернете есть. Можем посмотреть. Так. Вот такой бисер. Он такой, знаете, как голубо-зеленый такой красивый. Блестит этот бисер. Потом сиреневый такой красивый бисерок идет. Так. Потом идет вот такой бисер. Он такой темный, какой-то, ну, зеленый, как бутылочный и переливающийся такой. По камеру. Пытаюсь без камеры посмотреть цвет, как правильный, чтобы вам точно сказать. Но немножко здесь, конечно, не передает. Я уже и так, и так от лампы ушла, чтобы не бликовало. Вот это тоже разноцветный бисер. Он такой синий. Какой-то синий-фиолетовый, что ли, он такой вот. Так. Вот так, что ли, лучше. Потом зеленый бисер. Зеленый. Зеленого много ушло у Тани. Ну, я говорю, это вот Таниные остатки. А у меня мои я покупала полностью. А, нет, Ру, я не на 1-20 тысяч покупала 3-20 тысяч. Я покупала в шелковой нити. Все. И они мне вот в таких вот, не такой, а в пакетике, на, ну, поштучно получается, на россыпи для набора. Они там формируют сколько надо. Вот. И такой сиреневый цвет. Вот. Это бисерок. И используется 3 цвета креника в этом наборе. Вот такой катушки надо 2. 2 катушки. 0,02. Креник. Потом вот этот креник, который светится в темноте, по-моему. Созвездие вышивается к осиопеи. И когда в темноте, на юбке вот это созвездие, вот этот креник будет формировать и будет блестеть. И вот такой креник. Так, номер я вам сказала здесь, да. Здесь 0,52 креник, а здесь 0,27 креник. Вот такой вот он. Такой какой-то, знаете, терракотовый цвет. Так. Ну, вот это мы по материалам. И еще есть вот такая нитка. Пушистая. Она вот в перьях вышивается там сверху в одежде. Ох, косиопеи. Чуть-то про нее не забыла. Вот это материал для косиопеи. Показала, вдруг кому-то пригодится. Что-то подбором делать. Вышивается несложно. Конечно, здесь я шью без разметки. Это лен пермины. По ключу все у меня. Надеюсь, что получится красиво. Единственное, что есть нитки. Почему-то я вроде бы с димсинетками вышиваю. И какие-то цвета, ну, сложатся прям-таки не очень красиво в крестик. А какие-то прям идеально. Вот здесь вот я вот вышивала. Вот этот цвет вот светлый. Прямо никак у меня не хотел укладываться. Остальные вроде бы нормально. Очень приятные цвета. Обожаю я бирюзовый цвет. И вот эта юбка вышивается, ну, просто песня. Очень красиво, быстро. И вот у меня уже вышито 33,46%. Так, это шестой процесс. И показываю седьмой, который у меня в работе. И следующий процесс. Это седьмой. И мой текущий процесс у меня это величие природы от Лукас. Огромный набор. И огромный процесс, естественно. Вышиваю я на 18-й Аиде крестом. Здесь более 150 тысяч крестиков. Вышито у меня 40 тысяч крестиков. Ну, с копейками, да. На начало года 23-го у меня было вышито 15%. Сейчас у меня вышито 26,80%. Вышивальных дней у меня всего 57% получилось. Но где-то больше, где-то меньше вышивала. Работа в этом году у меня продвинулась. В планах было вышить хотя бы половину, но половину я не вышила. У меня, получается, вышились вот эти елки. Я вышиваю горизонтально. Развернула работу. Вот так елки вышиты. Получается, если вот так развернуть, вот так у меня вот эта часть вышита. Получается еще сшить и сшить. Вышивка идет не слишком быстро, а медленно. Вот. Получается очень красиво. Ну, буквально как картина написанная, а не вышитая картина. Последний раз я вышивала эту работу в августе. Аж летом, с августа я даже не брала вышивку эту. Надо переворачивать, перекручивать раму дальше, распарывать вот эту натяжку, эту делать новую и переходить на следующие ряд вышивки. Красиво очень получается, но вышивается для меня не быстро, потому что цвета очень разбросаны. Слава Богу, что здесь нет блендов. Здесь 66 цветов, блендов нет. Работа очень большая. Вышивки, величие природы будет размером 66 на 45 сантиметров. Ну, я не буду строить грандиозные планы. Ну, хотя бы мне вот еще такую же часть вот я вот если переверну, разверну, если такую же часть я отошью, ну, будет замечательно. Потому что процессов много, процессы большие, еще что-то хочется интересное начать. Еще у меня лежит отложенный набор китайский молодожены по мотивам картин Рональда Веста. Я его как-то вам показывала. Там что-то в теле с цветами перепутано и отложено, и не вышивается. Надо что-то распарывать, думать насчет цветов. И икона от новой слободы лежит. Такой триптих. Там микробисеры. Что-то у меня тоже с микробисером не пошло. Ну, вот и все мои процессы, которые начаты, текущие, рабочие. На данный момент все вам показала, рассказала. Спасибо огромное за внимание. Кто досмотрел это видео до конца. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.